Здравствуйте, дорогие телезрители! Меня зовут Анатолий Головко. Вы смотрите новый выпуск программы «Время спорта» на телеканале «Самара ГИС». Сегодня поговорим об одном из самых зрелищных видов боевых единоборств – тайском боксе. Славные традиции муай-тай, имеющие многовековую историю, распространились по всему миру и нашли отклик в сердцах и наших соотечественников. Сегодня тайский бокс в России развивается стремительными темпами. Титулованные бойцы и многочисленная армия поклонников – лучшее подтверждение этим словам. Чтобы поближе познакомить вас с муай-тай, наша съемочная группа встретилась с лучшими представителями этого вида спорта после окончания Кубка Самарской области по тайскому боксу. Сергей, добрый вечер, приятно познакомиться. Расскажите, пожалуйста, как правильно здороваться по традициям тайского бокса. Добрый вечер, Анатолий. Мужское приветствие на языке тайцев выглядит примерно так. Savadi Cup. Savadi Cup. Предлагаю с этого как раз и начать. Расскажите, пожалуйста, каких успехов вашим подопечным удалось добиться на Кубке Самарской области по муай-тай. Кубок Самарской области является квалификационным турниром, он не является отборочным. Основная задача моих подопечных – это выполнить нормативы на юношеские и спортивные разряды. Шесть человек нашего клуба успешно справились с этой задачей. Всего выступало 28 человек, что, в общем-то, можно считать хорошим показателем. Любой вид спорта невозможно представить без какой-либо истории. Какова история тайского бокса в России? Как он вообще прижился в нашей стране? Тайский бокс, он, скорее всего, возник стараниями энтузиастов, которые раньше занимались другими видами единоборств, в том числе каратэ, кейкбоксинг. Мы их знаем достаточно много, большую роль в этом внес кинематограф. Я же считаю, что настоящий тайский бокс, муай-тай, пришел к нам тогда, когда первые туристы из России приехали в Королевский Таиланд и увидели красоту и эстетику этого замечательного вида спорта. Но это близко вообще нашему человеку по духу? Безусловно, да. Я могу объяснить почему. Дело в том, что в отличие от многих традиционных восточных школ, тайский бокс имеет большую степень свободы при подготовке, прежде всего, детей. Как вы видите, детям разрешено многое во время тренировок, в том числе и побегать, и похулиганить. А это близко нашему славянскому менталитету. В 7 лет ребенок может побегать, похулиганить, в 8 он уже более серьезен по отношению к занятиям, тренировке, а в 9 он уже хороший спортсмен. Это близко нам. Каждый профессионал знает, что эффективность и безопасность любой тренировки напрямую зависит от качественной разминки. Прежде чем приступать к активной фазе занятий спортом, необходимо привести в тонус все группы мышц. Базовые упражнения очень простые. Мы, как правило, начинаем снизу вверх. То есть у нас есть икроножные мышцы, есть бицепсы и квадрицепсы, которые... Вот поэтому самое простое. Мы оттягиваем пяточку назад, передняя нога остается в положении, и чувствуем, как вот эта поверхность у нас растягивается. Кстати говоря, это приятно и полезно делать, вне зависимости от того, занимаемся мы в данный момент спортом или нет. Даже придя с работы или даже во время обеденного перерыва, такую разминку можно сделать. Мы почувствовали, как вот здесь такое, ну... Но очень долго, наверное, нельзя делать, потому что мышцы потом расслабятся, и потом уже будет тяжело заниматься. Ну, в среднем где-то 12-15 минут мы уделяем разминочной части. Ну, а дальше перемещаемся вверх. Мы делаем наклоны вперед и стараемся ладонями коснуться пола. Вот. Ноги, как правило, держим на ширине плеч, стопы параллельно, да. То есть мы таким образом одновременно, что называется, прогоняем внешний свод позвоночника. Ну, коль уж мы размялись, я предлагаю приступить к базовым элементам. Может быть, что-то покажете, чему-то научите, что, возможно, пригодится когда-то на практике, но надеюсь, что... Да. Начнем с рук. Итак, наша передняя нога, она является левая, да. Когда ручки поднимаем, держим перед собой, вот такую позицию я называю зайка. То есть в тайском боксе очень часто применяется такой элемент, как теснение. То есть люди толкаются. В таком положении, в котором вы, находитесь вы, потолкаться не получится. Как минимум, не получится. Ведь любое единоборство – это не что иное, как, ну, так скажем, противостояние, в том числе и уличное. Вот здесь мы больше похожи на уличного бойца. То есть руки нужно держать вперед? Да, они раскрыты. Я могу ее оттолкнуть, и теперь, внимание, оп, я могу зайти внезапно с локтя. Типичный классический элемент тайского бокса. Даже по имитации этого движения вы поняли, насколько коварен этот вид. Вот, если, так скажем, попытаться пренебречь какими-то аспектами. Защита вообще один из ключевых элементов. Безусловно, в любом виде единоборств. Поэтому мы с вами сейчас находимся в рабочем положении. И начинаем очень простой, как я уже вам показал, элемент. Вот этим передним локтем мы заходим, так называемым носорогом, и вспарываем защиту нашего оппонента. Я вам держу лапу, и вы, перенося вес тела этим локтем, рост у вас замечательный, заходите мне точно в цель. И, хорошо. О, завалился. Тайцы бы подружески засмеяли, сказали, вот этот парень наш человек. Они вообще любят как-то, знаете, иронично похлопать по плечу и говорить, да-да-да, все нормально, все хорошо, но давай сделаем еще лучше. Кстати говоря, это здорово располагает к их методике преподавания. Если рассматривать не элементы нападения, а элементы защиты, которые наверняка каждому спортсмену и не спортсмену могут пригодиться в реальной жизни, вот что можете посоветовать? Итак, мы с вами стоим. Вот, предположим, я жертва. Ну, кстати говоря, ниже ростом. И вот на меня идет, ну, какой-нибудь агрессор. И так агрессор идет на меня. Вы же должны двигаться, то есть двигаетесь, двигаетесь. И теперь, внимание, я не делаю ничего. Я просто высекаю вот так вот переднюю ногу. Удар, который останавливает весьма чувствительную область ноги, ну, человека, который проявляет агрессию. То есть выбиваем из равновесия или это просто эффект неожиданности возникает? Ну, это серьезная травма. Дело в том, что вот здесь, представляете, нога начинает сгибаться назад. Это вполне достаточно, чтобы агрессию остановить. Муай-тай – спорт, который разрушает все стереотипы. Ведь свое превосходство перед соперником на ринге доказывают не только крепко сложные мужчины, но и хрупкие, на первый взгляд, девушки. Одна из них – 14-летняя Настя Христюкова, прошедшая путь от спортсмена-любителя до покорителя международных олимпов. Настя, привет. Наблюдал за твоим спаррингом сейчас с партнером. Честно говоря, как у человека далекого от боевых искусств сердце содрогалось. И возникает вполне банальный, но закономерный вопрос. Как пришла в этот вид спорта? Что вообще тебе понравилось больше всего? Почему выбрала эту дисциплину? Ну, пришла я в спорт, когда отводила брата на тренировку, как раз сюда. Это было летом. Нет, даже не летом, весной. 9 мая пришла сюда попробовать потренироваться, потому что мне понравилось. И в итоге мне вообще вот все понравилось. Я начал ходить. В какой момент, в каком возрасте это у тебя произошло? Сколько тебе было лет? Мне было 11 лет. 11 лет. И то есть за 3 года ты проделала такой серьезный путь от спортсмена-любителя, который в первый раз пришел на тренировку. Потом что произошло? Какая первая победа у тебя была? Первая победа была зимой. Как раз вот в этом ринге, вот в этом зале, был кубок Пересвета. И я там выиграла, как я помню, нокаут. А дальше уже были международные соревнования, насколько я знаю. Кубок Европы. Кубок Европы был вот недавно, в феврале. Числа точно не помню какого. Какой город был, какая страна? Стамбул. Стамбул, в Турции. В Турции. А до этого был опыт еще участия в крупных каких-то соревнованиях? Чемпионат России, чемпионат Содружества и чемпионат мира. Сергей, тайский бокс насколько вообще популярен в Самаре среди молодежи? Есть ли какое-то развитие у этого вида спорта? На сегодняшний день у нас зарегистрировано 21 клуб, аккредитованных Федерацией Муай-Тай Самары и Самарской области, где в общей сложности занимается более 400 человек. Я, конечно, не говорю, что это прям все 100% спортсмены, которые регулярно выступают, потому что Муай-Тай имеет очень хорошую особенность. Ведь можно в эту категорию записаться, просто будучи физкультурником. И никто здесь не иронизирует. И такая категория только приветствуется в любом клубе нашей Федерации. Среди ваших подопечных есть люди, которые уже достигли высоких результатов? Чемпионы области, чемпионы федеральных округов, чемпионы и победители Кубка первенства России, вице-чемпионка мира и чемпионка Европы. То есть у нас достаточно большое количество топовых спортсменов, начиная от регионального до мирового уровня. Если вас вдохновила история Насти Христюковой, и вы хотите отдать своего ребенка на занятия тайским боксом, следующая рубрика для вас. На вопросы отвечает тренер и судья второй категории по Муай-Тай Анна Зоткина. Можно прийти в наш клуб. Наш клуб тайского бокса тренирует детей абсолютно бесплатно. Первое, что вам необходимо, перчатки, шлем и какую-то экипировку, она у нас есть. И мы ее предоставим вам на первое время, пока ребенок привыкает и смотрит, нравится ему или не нравится вообще заниматься тайским боксом. То есть у нас есть группа детей, которые пришли начальные. То есть мы их ставим на удары, ставим на груши, либо ставим в пары, смотря сколько их пришло. Потом они плавно переходят у нас уже в работу в парах, уже в экипировки. И потом уже они переходят к Сергею Анатольевичу, уже более в профессиональный как бы план. Чтобы достичь серьезных успехов на ринге, нужно не только полностью выкладываться на тренировках, но и внимательно следить за тем, что вы едите. Советы по здоровому питанию в нашей традиционной рубрике «Чемпионский ингредиент». Поменьше булок. То есть если вам хочется, по крайней мере, хлеба, ну, скушайте его с утра, но не кушайте его дальше, в общем, за целый день. Вот. Ну, естественно, это обильное питье. Зеленый чай, либо чай с имбирем, вот, либо там сделанный, так называемый, там, чай-детокс, так называемый, то есть с овощами, либо какие-нибудь овощные такие смузи можно сделать. После полноценного персонального занятия я осмелился принять вызов тренера по муай-тай Сергея Зоткина. Что из этого получилось, смотрите далее. Анатолий, я вам предлагаю челлендж, можно и такое слово, проще говоря, вызов, о том, что он признан прежде всего для того, чтобы показать, что спортсмен далекий от муай-тай, тоже может показать определенные результаты, которые, быть может, я, правда, сам не знаю, будут более высокими, чем у спортсмена, который этим занимается регулярно. Если у меня будет какой-то шанс, да, я согласен. Да, вот. Принимаете? Принимаю. Хорошо. В таком случае я вам предлагаю очень простое действие. Мы с вами совершаем бёрпи, это общеармейский такой элемент, падаем на пол, отрываем руки, быстренько встаем и делаем простую дуэку, то, что мы с вами делали там на лапах. Раз, два. Наша с вами задача сделать 10 повторений в таком цикле, побеждая тот, кто эту комбинацию выполняет быстрее. Предлагаю приступать, да, отличная идея. Поехали, попробуем. Три, два, один. Ну, я думаю, что сегодня у нас победила дружба, даже микрофон отвалился. Сергей, тренировка была фантастическая. Спасибо вам огромное за этот новый опыт. Я вас благодарю, желаю и вам, и вашим спортсменам новых достижений и новых побед. Хорошо. Спасибо большое. Переходим к главным спортивным событиям региона в марте. В Самаре подвели итоги первенства России по греко-римской борьбе среди юниоров. На соревнованиях разыграли 40 комплектов наград. Среди победителей турнира оказались и наши земляки Максим Скуратов и Хусинбой Арисланбеков. Баскетболисты Самары провели первый матч в новом дворце спорта против Екатеринбургского Уралмаша. Подопечные Игоря Грачева уступили одному из лидеров Суперлиги-1 с разгромным счетом 74-97. Но шанс реабилитироваться перед своими болельщиками у горожан еще будет. Уже в среду, 16 марта, наша команда сразится с темпом из ревды за Кубок России по баскетболу. Начало встречи в 19.00. А вот самарские крылья советов набрали хороший темп после зимней паузы и сумели навязать серьезную борьбу «Зениту» из Санкт-Петербурга. Подопечные Игоря Осенькина вырвали ничью у гостей из северной столицы на домашнем поле в компенсированное время усилиями Матео Барыча. После этого поединка крылья занимают восьмую строчку в турнирной таблице и имеют в своем активе 29 очков. На этом наш выпуск завершен. Будьте здоровы и болейте только за любимые команды.